Если вы спешите и не планируете в ближайшие полчаса слушать вебинар, тогда я скажу максимально кратко в паре предложений. Первое. Как только вы собрались заводить ребенка, вам нужно оздоровить себя. Независимо от того, вы будущий отец этого ребенка или будущая мать. Или будущая бабушка. Вы не будете непосредственно участвовать в зачатии ребенка, но вы, наверное, поможете своим детям выращивать своих же внуков. Поэтому в любом случае здоровые привычки к питанию в семье, здоровые родители очень важно. Здоровые, адекватные дедушки, бабушки, живые, здоровые. Понимаете, это тоже очень важно. То есть если вся семья занимается здоровьем, профилактикой и вообще понимает, что почем в жизни, почему стоит вкладываться в добавки и почему не стоит вкладываться в рестораны быстрого питания и в прочий фастфуд, который даже не заслужит того, чтобы о нем вспоминали сегодня. Так вот, когда вся семья настроена на здоровье, она понимает, по какой причине. Первое. Здоровье ребенка начинается с подготовки к зачатию этого ребенка. Второе. Всю беременность женщине нужны добавки. Вопрос в том, что женщина из себя, из своего тела отдает, из костей кальций, из мозга лицетин, впрочем, давно доказанный факт. И из своего питания, что она съела, то она закладывает в своего ребенка. Понимаете, нет другой материальной почвы, чтобы там что-то взять и ребенку дать. Собственные кости отдают кальций, ну или стронций, кому как повезет, что там лежит в косточках. В своей мозге отдают лицетин обратимо, но нервные клетки отдают. Определенный запас вот этих важных нутриентов, кстати. Из питания мать тоже ребенку отдает то, что съела. Если она съела генно-модифицированную сою в составе колбасы, с красителями, консервантами, ароматизаторами. Если мать пьет шипучие напитки, не может съехать с кофе, а еще лучше с сигаретой, или с алкоголя, или с наркотой. Ну представьте себе, о каком здоровье ребенка можем говорить. То есть питание беременной – это жизненно важная штука. Должно хватать йода, иначе врожденный кретинизм. Но навсегда, навсегда останутся проблемы с интеллектом у ребенка. Должно, естественно, быть обеспечено по максимуму. Дитя должно обеспечено быть грудным молоком материнским. Есть очень маленький список противопоказаний, когда женщина не должна кормить грудью. Все остальное, как говорится, от лукавого. Понимаете, веранс в сторону производителей смеси. Производители смеси, к сожалению, грешат. Одним большим грехом. На нашей территории они продают смеси, в которых часто находят генномодифицированные примеси. Этого нет у этих производителей, например, в Америке или в Европе, где эти ГМО примеси четко отслеживают и запрещают. В детском питании так точно. Или хотя бы заставляют маркировать вообще все продукты питания. Есть там ГМО или нет, вы уже разбираетесь. Но я хочу сказать, что женское молоко – это закладка здоровья человека на всю последующую жизнь. Профилактика аллергозов, профилактика рака, атеросклероза. Аллергологи современные, иммунологи кричат криком. Понимаете, онкологи вопят. Мамочки, родили ребенка, кормите до двух с половиной лет. Профилактика рака, аллергии, атеросклероза и прочих мелочей в виде частой заболеваемости. В кавычках мелочей, конечно. Мелочей здоровья ребенка не бывает. Итак, вот сегодня подведем итог под тем, что вы уже знаете. А детали и технические моменты разберем на следующем вебинаре. Итак, давайте начнем. Питание детей – это очень серьезное дело. Что мы вводим в понятие питательная поддержка детей добавками НСП? Питание будущих родителей при подготовке к зачатию, они должны поедать добавки. По той простой причине, что, как мы уже с вами много раз выяснили, выкидыш – это не проблема женщины, которая не удерживает ребенка в себе. Выкидыш – это в огромном проценте случаев, до 70% случаев выкидыш – это не травма, инфекция упала, понервничала, тяжелая подняла. До 70% выкидышей прямо связаны с дефектом генетического материала. То есть сперма была дефектной. И чаще всего выкидыши происходят, если мужчина надышался городского воздуха. Например, зимой, когда листиков на деревьях нет, никто не переваривает этот городской воздух, особенно промышленные гиганты, где есть ТЭЦ, АЭС, и воздух загрязнен. Вот тогда происходит зачатие, и мужчины, которые дают свой генетический материал, вот такой насквозь пропитанный этими химикатами, там происходят мутации, такой плод нежизнеспособен, естественный путь элиминации, удаления нежизнеспособного генетического материала – это выкидыш. Бедные женщины страдают, бегают по больницам, рыдают, обливаются слезами, они потеряли ребенка. Но не в женщине трагедия, а в том, что экологическое отягощение играет свою роль, поэтому мужчине необходимо питание, детоксикация наравне с женщиной. Различие между мужчиной и женщиной в этой ситуации есть, оно очень серьезное. Равенство полов отсутствует напрочь, понимаете, от сотворения человека, от создания человека, равенство полов отсутствует. Яйцеклетка женщины живет столько, сколько самой женщине лет, плюс еще внутриутробный ее период, когда она была эмбрионом и плодом, понимаете. То есть яйцеклетка будет все ваши радионуклиды, все ваши стрессы, все ваши нервы, психи, диеты, все. Прием антибиотиков, прием, не дай бог, химотерапии, если потребуется, не дай бог, НПВС, не дай бог, парацетамол, не дай бог, все. Сколько девочка живет, столько яйцеклетки живет. У мужчины генетический материал каждые три месяца обновляется. Теоретически он может быть обхимиченный, обкуренный, алкоголизированный в прошлом. Теперь он будет свеж, как майская роза, если он попьет добавки хотя бы полгода, попьет, почистится и может быть отцом здорового потомства. Даже пройдя химиотерапию, даже в прошлом, имея такие гадкие привычки, как курение, алкоголь, потребности в каком-то лечении. Не дай бог, наркотики, конечно же, не дай бог никому, но мужчина может восстановиться. Украинская пословица на козаку, на козаку, на козаку, на козаку, права. А на женщине все остается, понимаете, на козаку. Пьянки, гулянки, курение, стрессы, нервы, диеты, дефицитное питание. У женщины яйцеклетка все будет помнить, не потому что она злопамятная, а потому что генетический материал может один раз измениться и остаться таковым навсегда. И число яйцеклеток у женщины не прибавляется, а убывает. Понятно, что с запасом их заложили в тело женщины, но тем не менее они все претерпевают вот эти изменения. Поэтому подготовка к зачатию должна быть у обоих. Но девочку вы должны к зачатию ее детей готовить с тех пор, как она у вас появилась в ваших руках. Понимаете, вот ребенок, и вы должны помнить, девочку надо беречь, как будущую мать ваших внуков. Берегите, как зеницу ока. Не напрягайте. В общем, вы поняли. Кормить, беречь и понимать, что это дитя, это мать ваших будущих внуков, и ее нельзя, понимаете, ни голодом морить, ни прессовать, ни стрессом перегружать. Ее нельзя тяжело болеть, естественно. И нельзя часто принимать лекарства. Ну, понятно, что нужно лечить, если что-то случилось, не знаю, бог. Но вы понимаете, профилактика для организма девочки имеет запредельно важное значение. Мальчиков тоже запускать нельзя, потому что мужчины вообще живут меньше женщин. Тут другой принцип профилактики. Я пока говорю о зачатии. Питание беременной принципиально важно. Принципиально важно. Госпожа Ермакова, доктор наук, которая проводила эксперименты на беременных крысах, не получила потомство уже у третьего поколения крыс. К той простой причине, что кормила она генно-модифицированным кормом. Всем слышно или нет? Как со звуком? Дайте знать, пожалуйста. Значит, у кого пропадает звук, попробуйте выйти и вернуться. И вернуться. Значит, это не во мне причина. Питание кормящей мамы. Буквально в прошлом вебинаре мы с вами говорили о трансизомерах жирных кислот, о том, что они накапливаются в груди. В груди. Конечно, хороший способ сцедить молоко, эту гадость из себя выкинуть. Но если она сбрасывается в грудного ребенка, а не просто выливается в раковину, то подумайте о том, что трансизомерах жирных кислот, которые кормящая мама могла съесть с печеньем, с какой-то кондитеркой, с той же колбасой, это все отравляет ребенка. В ребенка должен попадать исключительно чистый, качественный лецитин, исключительно чистый, качественный продукт в виде пептовита, омеги-3, витаминов, обязательно кальций, обязательно йод. Это здоровье ребенка, это его психика, это его интеллект. Обязательно хлорофилл, и вы знаете об этом. Собственно, питание самого ребенка делим на две неоднозначные группы. Совершенно разноплановые группы, как, знаете, как солнце и луна. Так вот, солнце – это ребеночек, который получает грудное молоко. Грудное молоко. Вот, все просто. Мама переваривает. Мама дает практически все, кроме железа. Кроме железа, тут есть маленький такой нюанс с железом. И кормя кормящую мать, вы восстанавливаете ее запас нутриентов, который у нее ушел в ребенка. И с грудным молоком она дает все необходимое ребенку. Когда ребенку уже там водятся всякие прикормы-докормы, вот тогда уже можно не спеша, там, тихим ходом водить добавки. Пока ребеночек на естественном скармливании, ну, хлорофилл, пожалуйста, капельками. Имеете право. Ну, при необходимости серебро. Ну, если сильно нужно – железо. Хотя вообще не сильно нужно. Потому что железо из грудного молока усваивается практически на 80%. А железо из смеси или просто так вброшенное в желудок, то же самое железо усваивается практически на 10%. Вот есть в молоке такие специфические вещества, которые помогают железу усваиваться лучше. Итак, что касается питания детей, которые искусственники изначально, от рождения. Не будем комментировать ситуации. Они бывают очень разные. Работающие мамы, мама в стрессе, мама нездоровая, мама не готовая к кормлению, не мотивированная сохранить грудное скармливание. Причин много. Но именно по причине отсутствия мотивации, не потому что больная, или занятая, или безмолочная, а потому что просто, ну, не научена, не смотивирована. Вот этих не наученных, не смотивированных, нацеленных на то, что удобнее разбутыхать порошочек, в бутылочке дать ребенку и не морочь это с грудью, да, и опять-таки худеть можно, и фигуру сохранить. Вот таких мам, которые сами делали выбор между возможностью грудного скармливания и возможность его пропустить, продинамить. Так вот таких мам оказывается подавляющее большинство, и надо бороться за их умы, потому что выбор этой мамы, это не просто ее удобство, ну, ее фигура, там, ее там, какие-то еще интересы, на работу пойти, выйти. Это здоровье ребенка, иммунитет, часто болеющий ребенок нечасто, атеросклероз, рак. Понимаете, все эти вещи профилактируемы. А очень страшно, что у нас число аллергиков практически зашкаливает, и их вообще, ну, не то, что их выявлять не нужно. Трудно найти не аллергичного ребенка в наше время, понимаете? Трудно. А если он такой в природе существует, то это, естественно, вскормленный, причем не просто вскормленный грудью, а мама там ела колбасу с чипсами и пиво пила, вовсе нет. А вскормленный тем питанием, которое мама принимала, мама, которая ела и на спи, кормила своим молоком качественным, понимаете, не помоями какими-то после питья пива, после поедания чипсов, после колбасы с майонезом, не помоями, а кормила супер качественной едой. Вот этот ребенок будет здоров. А если, извините меня, кушать всякую гадость и кормить своим молоком ребенка, то лучше в таком случае питать ребенка смесями, понимаете? В таком случае лучше. Я понимаю, меру ответственности за такое сказанное, но тем не менее, питание кормящее – это важно. Итак, питание ребенка в идеале должно быть как дополнение к грудному молоку и первой пище на первом году жизни. Вот когда вы там начали что-то добавлять, вот тогда и добавки в идеале. Тогда происходит привыкание к большему ассортименту добавок, позволенных по возрасту. И вы вот этим дополнением, дополненным питанием, когда добавки сам ребенок кушает, не в составе женского молока, а сам, предупреждаете наиболее частые проблемы возрастного периода ребенка. У нас записаны вебинары по питанию подростков. И что мы предупреждаем? Вот сутулости, подростковых прыщей, проблем с глазами, системы пищеварения и так далее. Вебинар есть, я прошу вас его просмотреть, если вам это нужно. Итак, вернемся к теме подготовки к зачатию. Мужчине, витамин С. Витамин С помогает восстановить подвижность сперматозоидов. Подчеркиваю, натуральный витамин С, не лишь бы какой. Аптечную скорбинку можете есть горстями, ведрами, можете ею растираться, можете с ней ванны принимать, можете ее пить, куда хотите ее вводите. Толк будет одинаковый. Понимаете, она один раз в лучшем случае отработает в вашем организме как антиоксидант и убежит. Натуральный витамин С, не спешно, работает теоретически бесконечное число раз, потому что в нем есть вещества, которые его восстанавливают. Для натурального витамина С многократное окисление, восстановление внутри организма, это абсолютно нормальный вариант. Он окисляется, восстанавливая наши ткани, наши клетки, наши молекулы. И он окисляется, восстанавливая нас. И он восстанавливается, когда его поддерживают, возвращают в рабочее состояние вот те вещества, которые ему сопутствуют обычно в природе и в составе добавки НСП и витамин С. А также другие добавки, богатые витамином С. Витамин С это прекрасная штука, однако не для беременных женщин. Я хочу подчеркнуть, что витамин С для беременных женщин неприемлемая вещь. Есть верхняя граница нормы выше, которой прыгать нельзя. И именно поэтому витамины для беременных не содержат много витамина С. Пожалуйста, имейте это в виду, сразу говорю, серьезная вещь. Мужчине – да, любой период жизни, женщине – нет, беременной – нет. Кофермент Q10 – восстанавливает подвижность сперматозоидов, помогает им запасать энергию, быть качественными для того, что получилась новая жизнь. Отдельно по стилке с цинком. Женщине при необходимости женскую группу добавок, а остальное одинаково обоим партнерам. Ну, это очень похоже на стратегию долгожителей. Отличие только в том, что тут витамин Е входит. Витамин Е. Понятно, зачем. Витамин токоферол, несущий роды. Хлорофилл, лецитин, омега, гриппайн, суперкомплекс, флора. Когда второй раз, третий раз будете пить, без гриппайна уже. Отдельно кальций обоим. Отдельно келп, отдельно локло. По сути дела, это повторение стратегии долгожителей. Только тут нет места хондроитину, он в принципе нужен. Но как бы к зачатию я его прикрепить не могу, прицепить хондроитин никаким краем. Просто, чтобы не пить, допустим, лекарства от спины, от боли в суставах, цепляется отлично. Но тут как бы он подразумевается за рамками, что просто вы пьете для здоровья. Питание беременной. Значит, питание беременной то же самое. То, что входит в стратегию долгожителей с поправкой на особые потребности. Ей нужен йод, постоянно келп. Если просто в стратегии долгожителей вы йод то пьете, то не пьете, то келп вы пьете, то не пьете, то суперкомплекс пьем, то не пьем, то переходим, допустим, на защитную формулу, а запасы йода в организме как-то накопились и переживем день-два без келпа, то беременная не может не пить йод. И мы с вами на отдельном вебинаре щитовидной железы о беременных разбирали, что беременность это вообще особая, стоящая особняком ситуация, которая несет серьезный риск. Просто беременность это фактор риска по заболеванию щитовидной железы. Почему? Йод усиленно расходуется. Гормоны щитовидной железы усиленно распадаются. И нагрузка на щитовидную железу возрастает. Возрастает риск формирования собственных антител к щитовидной железе, ввиду того, что иммунитет меняется. То есть если проблема щитовидной железы у беременной выявлена до наступления беременности, это очень хорошо. Если проблема была скрытая и антител к щитовидной железе все-таки выявляется и женщину корректирует, это хорошо тоже. А если проблема была, осталась скрытой, никто ею не занимался и ребенок в утробе матери страдает от того, что не хватает гормонов щитовидной железы, для того, что есть какие-то еще искривления в этом плане, то это очень нехорошо. Потом беременная, конечно, может получать гормоны щитовидной железы. Если она их получала до наступления беременности, то в процессе дозу нужно повышать четко. Тогда вам не нужен келт, потому что в составе этих гормонов йод уже есть. Цена вопроса интеллект ребенка, фактически вся его последующая жизнь. Поэтому, пожалуйста, не надо здесь экспериментов. Отдавайте добавками без гормонов, не пройдет. Не пройдет этот номер, потому что мы живем после чернобыльской времени, потому что раки щитовидной железы, патология щитовидной железы совершенно другая. И она не предполагает замещение лекарств чем бы то ни было. Поэтому я вас совершенно осознанно предупреждаю, что здоровый беременный со здоровой щитовидной железой, келт, пожалуйста, или витамины, в составе которых есть достаточная доза йода для беременной, например, пренатал с рынка евросоюза, потрясающая добавка. Очень рекомендую, кстати. Но если гормоны щитовидной железы беременная пьет, и дозу эндокринолог совершенно справедливо повысил на период беременности, чтобы ребенок не страдал, а ему абсолютно все равно, с какого кармана женщина выложит ему тироксин. Она возьмет в таблетках, она выработает сама, или ей ведут в инъекции. И ребенку все равно для развития его интеллекта какой-нибудь тироксин должен заходить. Но если нет никакого, то это очень неблагоприятно. Для интеллекта, для роста, для развития, для многих вещей. Поэтому я хочу сказать, не надо экспериментов. Я делала очень тяжелый, очень страшный эксперимент, когда ребенку было 3 года, он на вид выглядел как... Ну, ребенок до года, он даже не поворачивался, не шевелился. Это было на Украине. Врачи назначали гормоны женщине до наступления беременности, в процессе говорили, писали, при любом патронаже говорили, в роддоме говорили, но бабушка ребенка уперлась, сказала, мы травками, мы, значит, знаем травы, мы будем сами, мы будем там на стойке, припарке, всякие там прочие эти вещи. В итоге, понимаете, вот это тупое отрицание знаний, которые есть в медицине, попытка подменить травками, не было тогда добавок, в моем поле зрения, в частности, не было. Вот, в природе они, конечно же, существовали, но тогда человек просто упорно сам отменил лекарства, сам свою дочь и внука довел до такого состояния, что мне было страшно смотреть трехлетний ребенок, который просто лежал в пеленках, и прошло вот столько времени, и люди сказали, ну, давайте, где вам ваши гормоны, но они просто опоздали. Понимаете, я вам честно говорю, я такого, ну, я до сих пор помню этот тихий ужас, это были первые чернобыльские годы, и я была очень таким еще незрелым медиком, прямо говоря, только начинающим, но я была в шоке. Я пребываю в нем, когда я вижу или слышу, когда серьезные вещи, подтвержденные наукой, практикой, теорией, люди отвергают, пытаются перевести, что травки, тем более, если это касается добавок, и может кинуть тень на компанию, которая мне дорога, я говорю вам абсолютно искренне, имейте в виду, пожалуйста, не все подменяется добавками, есть вещи, которые неподменимы, никаким образом, и цена вопроса, жизнь, когда поезд ушел, уже поздно соглашаться на что-то. Я вас просто хочу проинформировать. Это очень серьезная вещь. Не надо спрашивать, что при гипотиреозе есть вместо гормонов. Ничего нет при гипотиреозе вместо гормонов. Ничего нет. Если щитовидная железа их не может вырабатывать, вы ее не заставите это делать. Если она просто уже не может, она выдохлась, она сдохла. А ребенку нужно расти и развиваться. Так же, как и женщина, не может от гипотиреоза загибаться, потому что следующий шаг от гипотиреоза вперед – это узловой зоб, а следующий шаг – это рак щитовидной железы. Потом просьба. Не занимайтесь самодеятельностью, не подменяйте добавками медицину, науку, практику и вообще все на свете. Я это видела. Трехлетний ребенок в пеленках – это было просто страшно. Маленький, с сухой кожей, со всеми симптомами гипотиреоза. Я удивляюсь, что вообще он выжил. Выжил. Когда бабушка пришла, сказала, ну мы уже согласны, мы видим, травы уже не так сильно помогают. Я до сих пор не могу это комментировать. До сих пор у меня просто… Ух, какие эмоции, да. Итак, йод. Постоянно келп. Если не назначены гормоны, то, что беременные сейчас косяками идут к эндокринологу, им назначают гормоны, меня не удивляет. Такая экология, такое состояние здоровья. Так люди занимались своим здоровьем дотом. Хорошо, хоть они выявили, что проблема есть. Спасибо врачам. Но очень хорошо было бы проверять, как люди реагируют на эти назначения. Кальций. Кальций является жизненно важной вещью. Вот и простой причине, что формируются кости плода. Мать отдает кальций из себя. И не годится, когда стромцы, которого полным-полном в окружающей среде, садится в скелет матери, беременной женщины, это вообще страшно, или ребенка, что еще более страшно. Поэтому кальций должен быть. Но есть один момент. Порция зависит от срока беременности. Поэтому чем ближе к родам, тем меньше кальция требуется. Почему? Потому что есть голова ребенка, там между косточками есть такая хрящевая ткань, так называемые роднички, делаются для того, чтобы ребенок мог родиться, чтобы голова могла уменьшиться, проходя родовые пути. Если идет четко ребенок на кесарево, и мама с ребенком, ну нет проблем, пейте кальций как хотите. Если планируется естественное родоразрешение, нормальные роды, то кальций в конце беременности надо урезать, потому что, особенно с витамином D, он быстро помогает этим родничкам закрываться. Они костенеют. Тогда получается большая крупная голова, проходя через родовые пути. Ну, во-первых, маме можно доставить максимум удовольствия и травматизацию родовых путей. Это нехорошо. А во-вторых, сама голова может травмироваться в процессе родов. Это тоже нехорошо. Поэтому кальций перед родами, там за 3-4 недели, урезается порция кальция и витамина D. Порции кальция зависят от срока беременности. Витамин E. При угрозе прерывания беременности лакушер-гинекологи очень любят. И вот эти вещи, сколько кальция пить, сколько витамина E, это все должен. Конкретность женщины, глядя на нее, на ее ребенка, плод ее, на все данные обследования, на сроки родов, должен сформировать акушер-гинеколог. Очень хорошо, если вы пришли к акушеру-гинекологу со своим хлорофиллом, с банкой пренатала, с ребенкой Евросоюза, такая удивительная добавка для беременных и кормящих, и сказали, я буду пить вот это. Со своим витамином E вы пришли, со своим кальцием вы пришли. И человек вам расписывает, как это пить. Это хорошо. К огромному сожалению, у нас нет добавки для беременных на рынке СНГ, пока еще нет. И требуются высокие дозы фолиевой кислоты, поэтому назначают синтетику из аптеки. Это лучше, чем ничего, но в пренатале фолиевая кислота есть. Поэтому обратите внимание на возможность выехать, например, в Польшу, на зимнюю школу, и нагрести пренатало, сколько сможете довести для своих потенциально беременных или уже беременных и кормящих родственниц. Ограничения есть. Значит, особые потребности, понятно, йод, кальций, витамин Е, значит, понятно, что там железо, все витамины должны быть собраны в одну кучу и выданы беременной. Лецитин, омега, все это нужно, витамины усекаются, витамин Е, витамин С, витамин А. Это ограничение. Витамин С является абортивным. Витамин А накапливается. То есть бета-каротин можно, а витамин А в такой готовой форме нет. Почему хорошо, когда сформировано все в одной витаминной форме, когда все есть? В отдельных растениях ограничения есть, то есть у надегата туда входит, вот сама по себе у надегата, она входит и в добавку у надегата вместе с ахинацией, и она входит в глюкозамин, то есть глюкозамин беременный нельзя. Хондроитин можно, а глюкозамин куда входит у надегата нельзя. Обращаю ваше внимание, что глюкозамин на рынке есть, чистый, без у надегата. Это важно. Значит, есть особые потребности, это только примеры, на самом деле их больше. Есть ограничения, это тоже только маленькие примеры, что витамин С абортивный. На самом деле ограничений в растениях много. Посему при беременной женщине должен быть специалист, который ее ведет. Кушер-гинеколог. Питание беременной. Обязательно. Хлорофил, пептовид, бифидофилус, омега-3, лецитин. Можно витазаврики или суперкомплекс, полутаблетки два раза в день. Кальций, коралловый, или с витамином Д дозу подобрать. Келп. Опять-таки от приема йода зависит. Периодически железо, чтобы крови не было. При необходимости чистый подарок, подчеркиваю, чистый подарок, академик Родзинский когда-то пропагандировал как единственное противомикробное средство, которое помогает и от грибков, и от бактерий, и от вирусов, помогает бороться с малокровием беременных. Многими путями и через инфекцию, которая в кишечнике там мешает усваивать железо. И через иммунные механизмы, и источник железа, как гранат. Растения, в котором есть железо, так и подарок. Так сообщал академик Родзинский. В наше время подарок по какой-то причине от беременных как норовят отодвинуть, но чистый подарок. Там не в смеси с иммуностимуляторами, точно беременным стимулировать иммунитет нельзя. Запрещено. Стомакомфорт периодически можно и даже нужно, если есть изжога на определенных этапах роста плода, когда уже поджимается диафрагма, когда желудок уже как-то не так расположен, может быть заброс содержимого 12-перстной кишки, желудка в пищевод. Это изжога, это дискомфорт. Но не амепрозол же кушать, а мезу мы с вами посвятили довольно много нелестных высказываний. Поэтому стомакомфорт. Натурально он берет в себя все, что раздражает слизистую. Слизистую заживляет, успокаивает и проходит транзитом, ничего не меняя в выработке кислоты, ничего не меняя в выработке ферментов. Просто все связал и ушел. И пошел себе, пошел, 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 не меняя выработку кислоты и ферментов в системе пищеварения. В отличие от фармпрепаратов, которые беременным четко нельзя, того же амеза и категорически даже нежелательно даже небеременным. То есть желательно думать о профилактике, не прилегая к таким лекарствам. Питание помнящие. Хлорофилл, пептовид, свободные аминокислоты. Они же стимулируют выработку молока. Почему это важно? Но есть женщины, которые говорят, вот молоко не прибыло. Прибудет, прибудет. Хлорофилл, пептовид или свободные аминокислоты. И есть еще альфа-альфа, как вы знаете. Да, можно ее. Она тоже активизирует выработку молока. Но главный вопрос в том, что на сегодняшний день эти две добавки помогают женщине, которая мотивирована кормить ребенка это молоко вырабатывать столько, сколько она. Кальций с витамином D, кормящий. Вообще не надо сейчас тормозить, потому что она уже родила. И кальция требуется 1200 миллиграмм. 1200. Это значит, что вы берете эту норму, разбиваете ее там на 4-5-6 порций и кушаете в течение дня обязательно. Причем можете брать и с витамином D, кальций, и коралловый. Главное, считайте суммарное количество. Келк в течение дня обязательно. Омега-лицетин обязательно. Почему? Мозги ребенка, его печень, это эндокринная система. Где это возьмется? Где возьмется омега-3 в теле ребенка, если мама бы кушать колбасу с майонезом? Заедать чипсами. Запивать пивом, чтобы молоко прибывало. Мне так нравятся эти идеи. Колбаса с майонезом, кружечка пивка, молоко прибывает отлично. Но какого оно качества? Лучше же его сцелить, вылить в унитаз. А кормить смесью? Тогда уже. Хоть я не сторонник смеси. Это будет лучше. Причем если мама отрезкает чипсы, и все трансизомеры жирных кислот, все консерванты, красители, ароматизаторы, вся эта гадость идет в тело ребенка. И это тело строится из того, что дала мама. Лучше бы уже не давала, наверное, правильно? Суперкомплекс, само собой. Флора. Это жизненно важные нутриенты. Не все. Но это минимум, который жизненно важен. В отношении железа мы можем говорить такие серьезные вещи. Чуть позже скажем, вернемся обязательно. Ребенку с первых дней жизни нужно именно грудное молоко. И приложите максимум усилий, пожалуйста. Ну постарайтесь, чтобы ваш ребеночек получал его хотя бы до полутора, лучше до двух с половиной лет. Это не моя фантазия. Это конкретное воззвание Всемирной организации здравоохранения ко всем лицам женского полу. Понимаете, все, 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 все женщины, вы будущие матери, вы будущие бабушки, прабабушки, тети, сестры. Ну давайте как-то коллективное, сознательное включим, чтобы женщины, которые рожают ребенка, имели возможность. Во-первых, женщина, которая общается с ребенком, она растит не будущего, понимаете, маньяка, какого-то человека, который будет потом из ненависти к людям делать страшные вещи. Она растит ласкового, нежного, отзывчивого, доброго человека, открытого миру. Если человек наобщался с мамой, имел контакт с живой матерью, понимаете, достаточно времени для общения. Он почувствовал, что такое тепло, любовь, понимаете, у человека сердце открытое для восприятия мира. Голова развивается по-другому, сердце другое, понимаете, интеллект другой, а отношение к миру другое. Если было, ну мама, может быть, пускай она не кормит грудью, но пускай она хотя бы ребенка держит у своего сердца и успевает ему отдать эти вот свои чувства любви, привязанности. Если мама с горящими глазами бросает ребенка в ясли, которые там сутки могут ребенка держать, мычает на работу, ходит с флагом и барабаном какие-то там производственные проблемы решает, а ребенок брошен. Понимаете, чему нас учит улица и ясли круглосуточные. Я не могу сказать ничего, понимаете, бросить камень в огород тех, кто был должен выживать, особенно если женщина остается одна и ей не на кого, ни бабушек, ни дедушек, ни мужа, который бы дома мог сидеть с ребенком, понимаете, ситуации бывают разные. Пусть и боже меня так вот кого-то осуждать ни в коем случае. Тем более, что я, в общем-то, сама из и из тех, которые вот так вот были при маме, горящие на производстве. Но я хочу сказать, что ребенок, который чувствует, что мама уходит куда-то, он будет что с вами делать? Он будет болеть. Ты уходишь? На тебе. Я буду болеть, чтобы ты ко мне пришла и чтобы ты была со мной. Это неосознанное, но это очень жестокая манипуляция. Ребенок манипулирует матерью. Вот хотите вы так или нет, но это правда. К огромному сожалению, часто болеющий ребенок, это не только ребенок, которого молоком не докормили. Это ребенок, которого не докормили еще вниманием, любовью и заботой. Если он, идя в садик, например, чувствует, что его с мамой разлучили, он начинает температурить, тихо, 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 кашлять, нет инфекции, не начался грипп. Вообще, стерильная среда, может быть, вокруг могут быть работать кварцевые лампы, они всю инфекцию в лед убивают. Понимаете, ничего не зажигает. Он болеет, потому что ему не хватает матери, и он будет болеть. Подумайте, пожалуйста, о том, как много дают компании НСП не только в хлебе насущном для ребенка, не только в аминокислотах, лецитине, омеге, хлорофиле, флоре, колостроме и список там еще на 600 добавок, да? Чтобы последствия ребенку можно будет кушать в жизни. Кроме Пау-Пау, конечно же, не дай бог. Так я о чем говорю? О том, что НСП дают женщине возможность не только кормить ребенка, но и быть при нем. Мамочки молодые и прекрасные, которые смогли заниматься бизнесом НСП, не в ущерб ребенку, достаточно общаясь с ним, отдавая ему любовь, любя его, понимаете, ходя с ним на презентации. Кто из вас знает ситуацию, кто из вас сам через это проходил, когда женщина сидит, кормит грудью ребенка, она на презентации присутствует, или она ее проводит. Понимаете, ребенок в первом ряду там у кого-то на руках, она презентацию сказала, пошла, взяла ребенка и докормила его, понимаете. Но вы же знаете об этом, вы же знаете прекрасные имена этих мамочек. Я по этическим соображениям не хочу это озвучивать, но на Лидеринфо полным-полно этих историй. Компания НСП не хлеба насущные дает людям, а возможность жить. Понимаете, причем с самого момента зачатия, вынашивания ребенка, но когда беременная женщина приходит на презентацию, да ей же все радуются, и говорит, НСП-шный ребенок растет. Когда она с грудным ребенком приходит, когда она проводит собеседование, к ребенку относятся совершенно иначе, чем если просто едешь в транспорт и все дергают. Я просто в шоке, когда я вижу, когда наши добрые люди подобрать душевно, там ребенок где-то сел возле окна, ножками там кого-то замазал, уже шипит тетка. Как он себя видел? Как он невоспитанный? И комментарии начинаются, и все, значит, страна советует, все советуют. В НСП такого не бывает. Не бывает. В НСП встречают с любовью, с радостью, и дают возможность отдавать ребенку столько времени, силы, заботы, сколько ему нужно. При этом вы строите свой бизнес, вы получаете достаточно средств, чтобы ребенку хватило на добавки, на развитие, на обучение, на еду, помимо добавок, понимаете, и на все, что ему нужно. Я хочу сказать, что компания НСП дает невероятный шанс. Понимаете? И вам круглосуточные ясли для ребенка не потребуются, если вы дистрибьютор компании НСП, осознанный и понимающий, какие тут есть возможности вообще для женщин. Ну, что хочу сказать. Железо содержится вообще, конечно же, ну, или в спирулине, которая на рынке Евросоюза, или в добавках, содержащие железо, или в мясе. Когда ребенок получит мясо, ну, месяцев 7-8. С железом ситуация такая. Если ребенок искусственник, ему даются смеси, где железо вкладено, вложено. Если ребенок естественник и получает он только женское молоко, то женское молоко по какой-то загадочной причине железо проходит, ну, только столько, сколько проходит. Вы можете кушать больше кальция, больше кальция, да, и в грудном молоке будет больше кальция. Вы можете кушать больше аминокислот, спектр аминокислот в грудном молоке будет улучшен, обогащен и улучшен. Но вы можете кушать хоть по 20 таблеток железа, оно не попадет в грудное молоко в 20-ти кратном размере, оно не возрастет. То есть уровень железа в молоке повышается только до какого-то лимита, потом он остается таким базовым. Но вопрос в том, что если вы кормите кормящую маму железом, это в том, логике, кормите кормящую маму железом, а она кормит ребенка, то это железо лучше усваивается. Тут 80% усвоения из этой маленькой концентрации в составе грудного молока, 80% того, что мама даст, ребенок получит. Поэтому можно кормить грудью ребенка, кормиться самой железом обязательно, витаминами, содержащими железо и самим железом периодически. С хлорофилом, конечно, для лучшего усвоения. Хлорофил всегда, а железо периодически. Ну, неделю пить, неделю не пить. И ребенок на грудном вскармливании не будет нуждаться. Хотя, конечно, делайте анализы крови как положено ребеночку, проверяйте, если вдруг малокровие возникло, а оно бывает при резком росте, когда резко возникает потребность железа. То есть мышцы, печень, кровь, вы понимаете, все на железе завязано, да? И если патогенная микрофлора в кишечнике есть, она не дает хорошо усваиваться железу, она наоборот потребляет его. Вот, то есть дисбактериоз может быть с гемолитической микрофлорой, к сожалению. Это касается чаще искусственников, конечно. Поэтому помните, что бифидофилус женщине нужен от момента, как она вообще решила завести ребенка. Полезная микрофлора успела прижиться, заселиться и постоянно, каждый день, что вы контактируете со своим ребенком, эту микрофлору передаете. Нет полезной, дадите плохую. Это не только в роддоме происходит, понимаете, это передача. Это постоянно происходит. Поэтому, пожалуйста, ну, во-первых, колбасу детям не давать. Тут нитраты, мы с вами говорили уже миллион раз. Всемирная организация по борьбе с раком предупреждает родителей, не кормите детей колбасой. Там нитраты, это канцероген. Но мясо вы дадите в 7-8 месяцев. Ну, и как-то, ну, как-то не раньше. Не получается, чтобы система пищеварения ребенка взяла и начала там печень и мясо поглощать раньше. Так не бывает. Так не положено. Поэтому, железохилат или же искусственнику, соотнесите со смесями, которые он ест, но учите, что и смеси всосется в лучшем случае 10%. 10%. Или кормящей маме, которая будет железохилат кушать сама и немножечко повысит его концентрацию. И вот это немножечко усвоится на 80%. Хлорофилл беременный, кормящий и уже ребенку, который родился, ну, практически это продукт номер один. Значит, это по поводу железа. Это я уже сказала. Значит, тип вскармливания очень влияет на введение добавок НСП ребенку, искусственное. Ребенок должен у вас, ну, представьте, почему он не будет аллергиком, если он все пропускает через себя, абсолютно новые продукты. Когда мама пропускает через себя как фильтр, даже, допустим, не очень качественную еду, все равно она своей печенью, своими какими-то фильтрами это дело пыталась процедить и хотя бы какую-то часть химикатов оставила в себе, да. Значит, при естественном вскармливании все добавки кушает мама. Хлорофилл при необходимости железо-серебро, да. Это вот на первом этапе сразу после рождения. Искусственнику, учитывая, что у него риск аллергоза, у него риск многих вещей, дисбактериоза, опять-таки кипитание идет через бутылочку, подезная, прокипятили, не прокипятили, риск дисбака возрастает. Мама из себя дает теплое, идеально подогретое, идеально стерильное молоко, которое, к тому же, идеально усваивается. Понимаете, разница есть. Поэтому искусственнику нужно будет хлорофилл, железо, омега, хлора, чистый колостром, бордок, пепотовид, лецитин. Поставьте их, пожалуйста, да, тут кальций вообще-то, витамины, минералы кальций, при необходимости серебро. То есть, вот это все вы должны поставить в очередь и дать по чуть-чуть, совсем понемногу, ввести пищевой дневник. На следующем вебинаре мы это технически разберем как. Витамины и минералы, особенно кальций, йод, в составе витаминов, нужно считать дозы с учетом их содержания в смесях. Потому что в смесях это все как бы должно быть. Должно быть. Самое лучшее детям. Что вы считаете самым лучшим? Я хочу сказать, что добавки на скифа в любом случае пригодятся. Другой вопрос. Подводя итог, вот первая частью этого вебинара, я хочу сказать, что как вы нацелите женщину на естественное вскармливание или на искусственное, так оно скорее всего произойдет. Очень малый процент женщин действительно не имеет права кормить ребенка своей грудью. Ну, инфекционное заболевание, не дай бог туперкулез, какой-то иммунный конфликт, когда женское молоко вызывает, допустим, там какие-то нехорошие реакции ребенка. Если женщина готовилась к зачатию в процессе беременности, она пила добавки, у нее не будет инфицированного стафилококом молока. Понимаете? А такое часто, когда высевает молоко, сдают на анализ, там стафилокок зашкаливает. Так не может быть, если женщина готовилась к беременности и пила добавки. Понимаете, так не будет. Поэтому хочу вам сказать, что наука о питании детей это, конечно, серьезная вещь, но поверьте, если в природе это все естественно и просто происходит, кошка же кормит своих котят, сама их рожает, сама их выкармливает. Мы млекопитающие, высокоорганизованные, высокоинтеллектуальные гомо-сапиенсы, но тем не менее мы из этого, понимаете, ряда живых существ. Это вложено в нас. Добавки компании НСП это гораздо больше, шире, ярче и выше, чем просто поесть. Это еще дать возможность маме быть свободной в своем времени, выборе, когда я заниматься бизнесом НСП. Понимаете, в свободном режиме. Это возможность уделять ребенку столько времени и внимания, сколько ему нужно и расти человека, который будет долюблен, согрет, здоров. Ему не нужно будет ни манипулировать мамой. Я заболею, чтобы она дома осталась. Не вымещать свои какие-то, понимаете, оставшиеся с детства проблемы на потом близких и дальних. Что я хочу вам сказать? Компания НСП позволяет расти таких людей в обществе, которые действительно создадут наше с вами очень светлое, яркое и прекрасное будущее. На сегодняшний день о группах здоровья детей вообще говорить неприлично в нашем сообществе. Почему? Потому что, когда наши педиатры пытаются сформулировать, сколько у нас детей в первой группе здоровья, формулировка идет такая, такой эвфемизм, я вообще в шоке, честно говоря, когда говорят, ну, не больше 10% у нас в первой группе здоровья, у нас не больше 3%. Некоторые данные говорят, вообще одного процента нет. Но, конечно, это не больше 10%. Смотрите, загадочные высказывания приводят только к одному, к четкому пониманию, что чтобы здоровые дети вообще в принципе были, чтобы здоровое, конкурентоспособное поколение вообще было, его надо сейчас рожать, растить, кормить и насыщать правильной информацией о том, как правильно беречь здоровье, как правильно выбирать дорогу в жизни, о том, что она должна быть неконкурентна с понятием чести, достоинства, совести. То есть, по сути дела, компания НСП, которая предлагает нам честный, открытый бизнес, полезный всем, предлагает нам очень много. Это не просто добавки, это не просто баночки, это выбор пути в жизни, который не противоречит вашим принципам, тем основам, на которых мы все стоим. Итак, у меня на сегодня все. По поводу питания, дети, это была первая часть. По сути дела, я подвела итог под тем, что все вы уже знаете. Тихо.